В российские регионы продолжают поступать специализированные автомобили, предназначенные для скорой помощи. Всего для субъектов правительством страны было закуплено почти 1400 машин разных марок и моделей, но в основном это отечественные «Газели». Ненецкий округ по федеральной программе получил три автомобиля общей стоимостью 6 небольших миллионов рублей. Сейчас кареты «Неотложки» находятся из Сыктывкаре. В Наринмар их должны доставить в ближайшее время. Подробности в материале выпуска. Сыктывкар – завод торгово-транспортной компании. Именно здесь сейчас находятся новые машины, которые уже скоро поступят в парк скорой помощи Наринмара. Стоимость каждого автомобиля чуть больше двух миллионов рублей. Все затраты взял на себя федеральный бюджет. Кареты «Неотложки» округ получил по государственной программе. В этом году для российских регионов правительство закупило больше тысячи специализированных автомобилей. По мнению Дмитрия Медведева, такое решение позволило обеспечить заказами отечественные автозаводы. Впрочем, главное другое. От оперативной работы скорой помощи зависят жизни россиян. Но если машин мало или они часто ломаются, медики могут просто не успеть. Заведующий отделением скорой помощи в Наринмаре Игорь Муратов приобретение новых машин российским правительством назвал событием беспрецедентным. Ведь последний раз кареты «Неотложки» округ по федеральной программе получал 10 лет назад. За это время их срок эксплуатации уже вышел. Однако машины продолжают ездить. Благодаря бережному отношению, благодаря нормальной ремонтной базе, они были еще на ходу. В феврале этого года парк скорой помощи впервые за долгое время пополнился сразу четырьмя новыми машинами. Автомобили были приобретены компанией «Русвет Петра» в рамках социально-экономического сотрудничества. Кареты скорой оснащены едва ли не самым современным медицинским оборудованием. Его подбирали сами врачи. В свои первые рейсы «Соболи» вышли всего несколько месяцев назад. Сейчас в парке скорой помощи 12 машин. Все полноприводные. С учетом поступления новых их станет уже 15. Однако больше трех автомобилей в смену не работает. Ведь по правилам на 10 тысяч населения предусмотрена всего одна карета «Неотложки». Несмотря на это, новые машины, признаются медики, лишними не станут. Один момент. Насколько мне известно, автомашины моноприводные. То есть привод на заднюю ось. У нас в определенное время года, а именно зимой и ранней весной, эксплуатация их будет затруднена. Почему? Потому что затруднен проезд во дворы и затруднен проезд по некоторым улицам. Новые автомобили скорой помощи имеют класс «Б». Это значит, что в машинах уже имеется все необходимое оборудование для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе неотложной. В столицу региона из Сыктывкара специализированное авто отправят сразу после заключения государственного контракта. Заключение контракта будет 17-18 сентября. То есть, если к этому дню мы туда попадаем, в Сыктывкар, например, они перезванивают нам и говорят, что с 17-го подписан контракт, мы сразу туда вылетаем. Ну, число 20-25 сентября, наверное, машины будут здесь. Все будет зависеть от паронной переправы, конечно. Простаивать в гараже новые машины, конечно, не будут. По условиям контракта автомобили должны обязательно эксплуатироваться. По словам медиков, кареты скорой помощи задействуют в летнее время. Ведь по зимним дорогам на одном приводе далеко не уедешь. Можно застрять в самый неподходящий момент. Например, когда на счету жизнь человека. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал Север.